Честно скажу, готовила презентацию к сегодняшнему мероприятию, но решила ее не показать. Объясню почему. Потому что мне кажется, то, что произошло в понедельник, наверное, сейчас вопросом больше возникает не о том, как банк замечательно работал в предыдущие годы, ну я так думаю, да, а о том, чем мы можем помочь нашим клиентам в существующих реабиях. Ну, мне так показалось, что сегодня обсудить это важно. Что могу сказать? На сегодняшний день из положительного. Министерство сельского хозяйства продолжает программу льготного кредитования сельхозтоваропроизводителей с процентной ставкой до 5%. То есть все вы знаете, да, что ключевая с понедельника 20% годовых. Понятное дело, что сумма, наверное, лимитирована будет. Пока есть информация, что на весенние полевые работы в целом на Россию выделены субсидии для кредитного портфеля порядка 300 миллиардов рублей. Ну, много или мало, в моем понимании, конечно, это немного на всю Россию. Но при всем при этом это поможет иметь доступ к дешевым деньгам в столь сложной ситуации сельхозтоваропроизводителям. Из положительного еще, по крайней мере, в нашем лице, в лице банка Кубань Кредит, сельхозтоваропроизводители получают партнера и остаются с нами. Мы не на один день не превращаем кредитование. У нас кредитные комитеты не останавливали свою работу. Мы принимаем решения о выдаче новых кредитов, в том числе новым клиентам. Да, сейчас ценообразование на рынке у нас совершенно другое. Мы вчера тоже на Кубанском столе обсуждали, в том числе был наш клиент банковый кредит многолетний. Если посчитать, как растет курс доллара и евро, вот только что, пока мы здесь сидели, биржа, вы знаете, работает в ограниченном режиме, третий день торги идут ограничены. Но вот в режиме онлайн курс евро и доллара вырос доллар уже в 114, евро в 117. Это вот пока только что мы сидели сейчас с вами. То есть мы понимаем, что средства защиты растений, удобрения, все равно привязка идет к валюте. И если посчитать, сколько это будет стоить с учетом курса и определенного дефицита, особенно СССР. Осенне полевым работам, как раз клиент так просчитал, он сказал, что это будет порядка 150 годовых. Поэтому история про кредитование ключевой ставки плюс 3%, она сейчас, к сожалению, тоже становится актуальной, потому что земля матушка, она просит удобрения, она просит средства защиты. Вы не остановите, ну, то есть и хостоваропроизводители, да, не смогут остановить работы. Это как раз вот та история, тот сектор, который независимо ни от чего у вас только погодные условия влияют на работы, да, на время выполнения определенных работ. Поэтому вот, наверное, сейчас, в данный момент нужно понимать, как выживать всем. Мы все в одной лодке. Скажу честно, что для банков сейчас тоже очень непростая ситуация, потому что ценообразование на рынке таково, что сейчас все кредиты аграрному сектору для всех банков, они выточены. Могу объяснить, почему. То есть кредитный портфель, вот, например, банки «Купанькредит», ну, мы находимся в аграрном регионе, у нас наши 87 офисов банковских расположены на территории Краснодарского края, Ростовской области, Адыгея, город Москва, и мы в конце прошлого года еще начали осваивать Ставропольский край. То есть это практически все сельхозрегион. Объемы кредитования аграрного сектора у нас составляют более 40%. Доля кредитного портфеля для сельхозников более 40%. И то, что на сегодняшний день для банков снижена дотация, компенсация по кредитам Минсельхоза, то есть мы получаем, банки получают 70% от ключевой ставки, то есть это 14%. Кредитный портфель в 5%, аграрий, да, он редко кому выдавался под 5%, то есть у нас очень много кредитов, там и по 2%, по 3%, по 2,5%, но даже если взять 5%, то это 19% годовых. При этом мы сейчас покупаем у Центрального банка деньги по 20,5%, по 21%. То есть мы работаем на сегодняшний день себе в убыток. Но при этом нашим банкам принято решение не останавливать ни на один день, то есть запас ликвидности позволяет нам в эти трудные времена остаться с аграрным сектором в партнерстве. Мы не останавливаем ни на один день кредитования. И вот мы сегодня говорим об инвестиционных программах, которые реализуемы. Здесь есть разная ценообразование, есть проекты, которые абсолютно недорогие по цене и даже малые формы хозяйства в состоянии потратить 100 тысяч рублей для того, чтобы увеличить потом свою эффективность с одного гектара. Говорили сегодня о проектах, которые более дорогостоящие, в том числе приобретение техники, которую изготавливает завод «Россельмаш». Без заемных средств очень сложно сельхозтоваропроизводителю заходить в такую историю. То есть у нас инвестиционное кредитование не останавливается, мы продолжаем. Вчера у нас было расширено направление, на котором банк подтвердил свою возможность, желание продолжать работать в этом направлении. То есть мы активно реализуем инвестиционные проекты, разные, всевозможные. То есть начиная от приобретения земельного банка, который всегда необходим сельхозтоваропроизводителям и никуда не денешься. И в этом году все равно будут маленькие фермеры, которые стареют, у которых дети не хотят заниматься оградным бизнесом, которые будут продавать свои земельные участки, которые будут продавать свои паи. И сельхозтоваропроизводители сталкиваются с тем, чтобы либо вытаскивать деньги из оборотки, либо брать инвестиционные кредиты и расширять свой земельный банк. То есть мы активно работаем и в этом направлении. У нас очень хорошо идет тема, и мы ее не останавливаем. Я просто повторяю, что мы и в этом году, несмотря на сложную ситуацию, мы все равно остаемся во всех этих проектах. Для сельхозтоваропроизводителя важна, наверное, в том числе и диверсификация своего бизнеса, для того, чтобы можно было немножечко уйти от зависимости ценообразования, от зависимости цены экспорта. Сейчас вы понимаете, вообще в данный момент отгрузок нет, все стоит на стопе. Кто-то попал, потому что контракты были заключены, не могут отгрузить, не могут деньги получить. Кто-то, в принципе, передерживал свою продукцию на сегодняшний день, ее еще не реализовал. И пока вопрос, как дальше будет с реализацией. И вот тут тоже история про диверсификацию бизнеса, она тоже не уходит в сторону. Кто-то расширяет, у кого земля позволяет. Кто-то уходит в закладку суперинтенсивных садов, кто-то уходит в овощеводство, если это позволяет. Мы вот в конце прошлого года только на территории Ростовской области заложили вместе с клиентом, с участием нашего банка, 45 гектар суперинтенсивного сада в Семикаракурском районе. Всего за последние три года банкам почти 600 гектар заложено суперинтенсивных садов. И построено почти 50 тысяч квадратных метров фруктохранилищ, овощехранилищ. То есть клиенты выбирают эту историю. Для малых форм хозяйствования, для фермеров у нас есть очень интересный продукт. Это актив земля. До 10 миллионов можно в течение двух дней принимается решение с минимальным пакетом документов под залог земли сельхозназначения, такие быстрые деньги можно получить. Поэтому еще раз хочу сказать о том, что на сегодняшний день из положительного, знаете, наверное, вот эта ситуация, которая сейчас происходит, она и банки сплотила. Потому что, ну, не выживет банковское сообщество, если мы сейчас пойдем в какую-то такую вот жесткую конкурентную борьбу, потому что это повредит в первую очередь экономики региона. Поэтому хотела донести, что жить будем, делаться в семье не буду. Льготное кредитование существует. Кстати, еще из положительного, кому это интересно, кому нужно, мельсельхозам принято решение. Вот так же, как в 2020 году, будет пролонгаться до 12 месяцев кредитов под льготную ставку. То есть, та же ставка будет оставаться, ну, опять же, повторю, что сейчас кто-то попал на то, что не может отгрузить, кто-то не может продать. То есть, у кого-то и есть продукция, но урочек получить невозможно. Поэтому мельсельхозам уже принято решение о пролонгации льготных кредитов сроком до 12 месяцев. Татьяна Валентиновна, а реально уже вы даете под 5%? Да, я же сказала, мне на одну секунду не остановили. Вот у меня, честно скажу, у меня сегодня подписание, вот в 2 часа клиента приезжает. Мы, ну да, мы подняли ставку до 5%, хотя до этого принимали решение по 3,75%. Но клиент согласен, потому что он понимает, что сейчас взять ему под 5% в существующей ситуации, ну, это просто счастье. Вопросы есть, Татьяна Валентиновна? У меня для малых форумов, которые вы даете под земельное поле, это какую процентную ставку? Ну, естественно, процентная ставка теперь, как минимум, будет ключевая ставка Центрального банка плюс 3%. Ну, я объяснила, что наша маржа, вы понимаете, мы покупаем сейчас УЦБ 20,5-21%. То есть маржа банка... То есть вы таким образом земли просто изымаете по проценту? Нет, нет, абсолютно. Мы же не приходим с пистолетом. Вот 23% это просто невыносимо. Ну, это же не банк придумал, это Центральный банк придумал для того, чтобы поддержать экономику. И потом, ну, скажем так, мы же не приходим к вам, как думал пистолет, и не говорим, возьмите эти кредиты для того, чтобы потом отнять землю, правильно? Поэтому, ну, тут не совсем та история, что таким образом мы отнимаем землю. Таким образом мы даем возможность в столь сложной ситуации, и понимая, каково будет ценообразование на запчасти, которых не будет, да, на продукты, на удобрения, на средства защиты. У нас семена практически там 80%, хоть вчера мы там рассказывали, но такие крупные, как агроколкингстеп, они успели подготовиться и смогли перейти на российские семена, на свой семенной фонд. У нас, извините, свекла практически 90% это импортные семена, кукуруза это импортные семена, ну, отчасти. Да, в основном. Ну, поэтому, ребят, ну, когда мы понимаем, что там вырастет курс евро-доллара, ну, наверное, даже 20 плюс 3, это та история, когда придется брать, если есть необходимость. Ну, либо ты останавливаешь свой бизнес, либо ты прекращаешь заниматься сельским хозяйством. Ну, я честно скажу, я, к сожалению, застала те времена, я очень давно работаю в банке, я очень взрослая девочка, я застала те времена, когда у нас ключевая ставка ЦБ, она тогда называлась ставка рефинансирования, была 150%. К сожалению, так было. Я не оправдываю то, что сейчас, я просто рассказываю о том, как выжить в данных условиях. Спасибо, Татьяна Валентиновна. Банк Кубань Кредит очень популярен среди аграриев, и на Кубани мы не раз слышали от фермеров, что это очень доступный, близкий банк. Так, несмотря на то, что есть Россельхозбанк и в Ростовской области тоже, это очень приятно, что региональный банк, он ориентируется в значительной мере на село.